Доброго всем! Сегодня к нам в ремонт привезли две головки Аудио А6 ТДИ-2,5. Клиент приступил к капитальному ремонту двигателя и, соответственно, привез откапиталить головки. Собственно говоря, головки практически одинаковые, поэтому ремонт я покажу на одной из них. Вначале оценю компрессию. Смотрю компрессию по выпускной стороне. Как видим, здесь хорошо. Здесь тоже нормально. А вот в этом цилиндре стрелка тестера не доходит до зеленой зоны. Когда будем разбирать, обязательно обратим внимание на этот цилиндр. Посмотрим, может быть, там просто-напросто попала грязь. Смотрю дальше в пускную сторону. Вновь на этом же цилиндре вакуум тестер показывает плохую компрессию. Причем на обоих клапанах. На остальных клапанах вроде как все более или менее. Убираю эту головку, возьму вторую, посмотрю, что делается в ней. Как видим, и на впуске, и на выпуске, все, в принципе, достаточно в хорошем состоянии. Предварительно обмою головки, чтобы было приятно работать, и приступаю к разборке. Для начала, как всегда, помечу клапаны. Далее, чтобы без усилия рассухарить клапаны, обязательно нужно отключать тарелки клапанов, чтобы ослабить, сорвать немножко сухарики со своего места. Беру поддон, приступаю к рассухариванию. Как обычно, использую наш струбцинный рассухариватель с малой насадкой и магнитом для извлечения сухарика. Стандартно возьму в руки впускной и выпускной пружины. И, как я уже не раз подчеркивал, если я не знаю, какие пружины в этой головке стоят на впуске-выпуске, обязательно сравню их по диаметру, по высоте, по количеству витков и по диаметру проволоки. В данном случае пружины впускной и выпускной стоят одинаково. Теперь извлекаю клапаны и снимаю сальники клапанов. Оценю состояние сальника. Должен сказать, что сальник не дубовый и при смятии резинка возвращается на свое место. Хотя и заметно, что он уже поработал. Теперь также предварительно оцениваю состояние направляющих втулок клапанов. Правильнее всего оценивать направляющие втулки впускным клапаном, измерив его износ. И если износ мизерный, сотка-две, или вообще отсутствует, то таким клапаном можно на тактильных ощущениях довольно четко, если есть, конечно, практика, оценить состояние втулок. Мы в своей практике используем нутромер. Но зачастую он и не требуется, потому что износ во втулках бывает настолько существенный, что даже не обладая тактильными навыками, можно сделать вывод, что такую втулку необходимо заменить. Вот, собственно, в нашем случае четко можно понять, выпускные втулки изношены чрезмерно. И вот после того, как я почищу обмою головку от налета и масла, тогда я и проверю впускные направляющие, используя нутромер. Осмотрю все два клапанов головки. Что я вижу? Вижу, что фаска с седла расползалась, однако они не просевшие и без прогаров. Достаточно будет лишь поправить фаску. Попробую выкрутить свечу, которую не удалось извлечь хозяину авто. Брызнул в дэшке, дал постоять, и теперь пробую в раскачку выкрутить ее. Свеча идет, но очень как-то опасно. Не очень-то хочется ее сломать, а потом высверливать на станке. Прибегаю к стандартным действиям в этой ситуации. Для этого нагреваю канал свечи. Дело в том, что зазор между носиком свечи и головкой набивается сажей, которая удерживает намертво свечу. Грея свечной канал, я разогреваю сажу. Она становится жидкой и зачастую начинает вытекать из носика. А вот теперь в легкую, одной рукой и без особого натяга, свеча выкручивается. И увидим на свече налет той самой сажи. Посмотрим свечные шахты. Эта шахта чистая. И здесь все нормально. А вот здесь четко видно налет сажи в канале. Позднее ее нужно будет выпалить или вычистить щеточками. Теперь посмотрю на износ клапанов по стержне. Он не должен превышать номинала более трех соток. В нашем случае износ одна и редко две сотки. Обязательно крутнем клапаны на биение. То есть погнутость тарелки клапана относительно стержня. Здесь также желательно, чтобы отклонения были не более трех соток. Хотя иногда вышлифовать можно и пять соток. Предварительно обмою головку и стандартно перед началом работ проверю головку на герметичность рубашки охлаждения. Нет ли в ней скрытых трещин. Зачастую бывает так, что клиент не жалуется ни на что. То ли не замечал проблем, то ли просто не понимал, что происходит с двигателем. А оказывается головка дует. Собственно подробно мы рассказывали об опрессовке, когда и зачем что делать в нашем отдельном тематическом ролике. Ссылка на него будет в описании. Кто желает, смотрите. Опрессовка головки проблем не выявила. Проверю наши выводы относительно направляющих втулок. Беру нутромер. Так и есть в выпускных втулках. Износ почти десятка, а вот на втулке показания находятся в зоне допуска 2-2,5 сотки. Созвонился с клиентом, согласовали с ним фронт и стоимость работы. Приступаю к замене втулок. Перед тем, как втулки выпрессовывать, нужно измерить вылет втулки из головки. Дело в том, что вылет зачастую на впуске и выпуске бывает разный, как в нашем случае. На впуске вылет втулки 18,5 мм, а на выпуске 15 мм. Прежде чем менять втулки, нужно подготовить требуемые инструменты и оправки. Как это сделать правильно, мы подробно рассказывали также в тематическом ролике. Ссылка будет тоже в описании. Итак, нагреваю головку в печи, градуса 80-90 достаточно, и выбиваю втулки. Затем беру оправку и запрессовываю новую. Обязательно смазываю маслом край втулки. Втулка имеет размер диаметром 11 плюсы 3 мм. Высота втулки 36 мм. Обязательно проконтролирую полученный вылет втулки. Если требуется, то скорректирую его. Даю головке остыть, а пока она остывает, подготовлю клапаны. Сперва очищаю их от нагара. Потом поправляю фаску клапана на станке. После того, как головка остыла, приступаю к калибровке отверстий направляющих. Делать это желательно всегда, дабы исключить всякие нюансы. В нашем случае необходимо буквально пару суток развернуть до требуемого размера. Посмотрим, что получилось. Скажем так, идеально. А это я столько нарезал бронзи. Поправлю фаску седлоклапана на станке. А вот такая красота получилась. А теперь, как обычно, стандартно проконтролирую порезку, притерев клапан к седлу. Сделать это не сложно и недолго. Наношу на фаску тарелки клапана немного притирочной пасты. И буквально несколько секунд притираю клапан. Убираю остатки пасты с фаски клапана и седла. На фаске клапана и седла должна образоваться матовая полоска с четкими границами без проплешины и пробелок. Если это не наблюдается, следует повторить процедуру притерки. В итоге вот что у меня получилось. Проверю качество притирки и вакуум-тестер. Выпуск это сдвоенный канал на два клапана. Первая пара идеальна. Все три пары в принципе идеальны. Впуск на каждый клапан свой канал. Также все в порядке. Далее следует вывести клапан в зону срабатывания компенсатора. Вылет клапана в головке должен составлять 25-25,2 мм. Измеряю вылет клапана и по итогу подкорцовываю его на требуемую величину. В нашем случае эта величина составила где десятка, а где максимум полторы. Обязательно проверю полученный размер и в случае чего подкорректирую его. Теперь можно приступать к завершающему этапу. Отфрезерую поверхность головки. Обязательно обмою головку в моечной машине от грязи, стружки и остатков пастов. Вот такие сарники фирмы Erling привез клиент. Достаточно хорошие сарники. Беру оправку 6 мм. Капну масло в сальник со стороны посадки. И с небольшим усилием ставлю его на втул. Также смазываю фаску тарелки клапана маслом и расставляю клапаны по своим притертым местам. С трубцинным рассухаривателем приступаю к засухариванию головок. Ставлю по своим местам обмытые почищенные пружины с тарелочками, которые предварительно вставил с сухарики. И собираю клапанный механизм. После сборки обязательно следует обстучать ножки клапана для того, чтобы сухарики заняли свое место. И конечно все то же самое я делаю и со второй головкой. Ремонт ГБЦ выполнен. Теперь можно звонить клиенту. А у нас для вас на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. Субтитры сделал DimaTorzok